Какие планы? Граждать ЕГЭ, сдать ЕГЭ, сдать ЕГЭ. Дети, лентяи, дураки, негодяи, подлецы. Моя жизнь, я живу, и что я делаю? Это все не зря. Я не совсем понимаю. Я тоже не понимаю, поэтому спасибо. Быстренько обсудим. Подкаст с выпускниками о жизни после учебы в университете. Быстренько обсудим. Привет, друзья. Продолжаем быстренько обсуждать самые главные истории с нашими выпускниками. У нас сегодня в гостях Юлия Казицына и Сергей Перехожих. Ребята, привет. Привет. Вы свежие выпускники 2021 года. Уже оба работаете в школе. И даже не в школе, а в лицее. И не просто в лицее, а в лицее при Плехановском университете. Как у вас вообще дела? Расскажите. Ой, Юль, как у тебя дела? Все прекрасно. Ждем перемен новогодних чудес. А так, в принципе, все здорово. Забавно будет, если подкаст выйдет в феврале. Мы в Плехановском университете ждем перемен. Или уже дождались новогодних чудес. Поэтому все ровненько. Сереж, как у тебя дела? Ой, замечательно. Слава Богу, что год подходит к концу. Неделя новогодних праздников. Хоть можно дома спокойно посидеть, полежать, книжку почитать и окунуться уже даже в мир не то, что работы, педагогического образования, именно моей, скажем так, прямой будущей профессии, как историк, уже книжку там почитать, какую-то научную, кандидатскую диссертацию начать писать. Так, а у тебя историческое образование, классическое? Я бакалавриат закончил в педагогическом образовании «История», и потом поступил на нашу кафедру отечественной истории на «Историка». А, ты вот так совместил. Классно. Юля, а ты, получается? У меня бакалавриат в 2019 году я закончила бакалавриат юрфака, ну, юридического института, ныне институт правоуправления, потом магистратура у меня педагогическая, ну и, соответственно, тоже в аспиринаторию учусь сейчас, тоже второй год, тоже пишу диссер. Ну, классно, продолжаете учиться. Слушайте, вы сегодня были в лицее? Конечно. Да, только оттуда ехали. А что вы сегодня делали на работе, расскажите. Вы сегодня были в уроке? Обязательно. Да, конечно. У тебя сколько уроков было? У меня было сегодня 7 уроков. У меня повезло, у меня 4. С 8.30. Самый сложный урок Юль сегодня какой был? Так вышло, что сегодня не было сложных уроков. Сегодня такой день суматошный, предпраздничный, когда дети ходят, готовятся к всяким там концертам, дискотекам, везде репетиции, на уроке там по 3-4 человека, поэтому сегодня особо так все прошло суетно и суматошно, поэтому сегодня ничего такого сложного не было. предпраздничный день, как всегда, такой уже на лайте. А что дети изучают сейчас? Каких классов ты ведешь? Я веду в этом году, у меня только 10 и 11. Ага, 10 и 11, это право и общество знания, правильно? Вот общество знания, да, я веду в 10-м, в 11-м, право я веду только в 11-м, и еще я с этого года веду индивидуальный проект. Какие вопросы задают дети сейчас? Ну, это спрашивают о чем-то, наверное, изучаете, вы же изучаете там политическую систему сейчас вот это все, да, социальный строй, конституция, сейчас очень актуальная история с гимном, да, с патриотическим воспитанием. Какие-то вопросы задают дети интересные? Дети так, в кавычках, дети уже. На самом деле у нас дети, они такие, ну, можно сказать, не такие, как в общеобразовательных школах, и они интересуются, ну, можно сказать, всем. Но, к сожалению, это сейчас такая тенденция, что все, что их интересует, это сдать ЕГЭ, сдать вот ЕГЭ, они считают, что свет клином сойдется на этом ЕГЭ, это все, вот, жизнь поделится на до и после ЕГЭ, вот, у них сейчас голова забита только ЕГЭ, к сожалению. Вот, я говорю, чего бы хотели на Новый год вообще, вот, какие планы? Говорят, сдать ЕГЭ, сдать ЕГЭ, сдать ЕГЭ, я говорю, ну, а что не будет? Можно, да, ну, мы с вами такие были. А вы тоже сдавали ЕГЭ, да, вы же тоже сомали по ЕГЭ? Ну, в 15-м году, получается, да. В 15-м году, да. А, Сереж, а вы с Юлией у одних классов ведете, да? Она по общественному знанию. У нас некоторые классы пересекаются, вот, но у меня не только 10-й и 11-й, у меня еще 8-й, один класс 8-й и два 9-х класса. Интересно. Поэтому я вот, получается, с 8-го по 11-й классы, историю только веду. Здесь тоже, в принципе, могу сказать, что дети действительно к нам приходят уже заинтересованы, вот. Ну, про историю не скажу, что прям все интересуются, конечно, и как наукой, либо просто как школьным предметом. Но есть вот у нас, скажем так, такие уже личности, которых так со стороны посмотришь, ну, может быть, выйдет из них действительно настоящая история. Потому что у них есть тяга к знаниям, действительно. Они хотят изучать прошлое, они хотят изучать там, скажем так, процессы. Особенно вот 10-й и 11-й классы, когда мы с ними сейчас проходим историю России 20-го века. А 20-й век — это все-таки один из самых сложных периодов в России. Поэтому вот я и помогаю им как-то вот сформировать именно свою позицию по трудным вопросам именно 20-го века. Даю им разноплановые задания. И вот они очень любят у меня заниматься по источникам. Я им даю какие-то отрывки там историков, либо мы смотрим какие-то там видеолекции. И им все это, конечно, нравится. И они просят еще дать нам побольше там. Вот. Подходят, конечно, после уроков с вопросами. Вот. Поэтому, в принципе, у меня проблем по истории никогда не возникало с ними. Ну, а вот сейчас же такое, ну, относительно, конечно, интересное время, в котором мы живем, когда многие там исторические факты по-другому рассматриваются. Да, вот очень много говорится о фейках или наоборот, говорят, что кто-то не так преподносит историю. Или наоборот, да, пытаются трактовать различные факты, события. Вот дети о чем-то спрашивают у вас, учителей. Вот вам как бы тяжело, мне кажется, сейчас вам очень тяжело работать в школе, потому что историки, у всей гуманитарии учителя, они, по сути, начинают выполнять какую-то миссию объяснения происходящего. И падает все на вас. Вот они с чем приходят вам на уроки? Ну, конечно, вот были такие ситуации, когда, скажем так, вот новостей нашего времени, там ученики задавались вопросами, что-то там не понимали, как вот события именно в наше время развиваются. И я всегда им, скажем так, объяснял, что у нас история, вот как считают некоторые специалисты, историки, что наша история, она циклична. И то есть некоторые события можно проецировать именно из прошлого. То есть вот, например, если мы там говорим о каких-то там важных ключевых событиях, там противоречивых и так далее, можно ведь все посмотреть, как было это в истории. И, скажем так, люди как раз вот, которые не знают историю нашего государства, они могут в будущем как раз и совершить немало ошибок как раз. Потому что вот я просто вспоминаю фразу своего учителя истории, когда она меня в 2015 году выпускала, она сказала, что историю изучать необходимо для того, чтобы не совершать ошибок прошлого, точнее даже будущего. Вот. Поэтому здесь вот такие, существуют такие моменты, когда ученики действительно подходят с противоречивыми вопросами, особенно касающиеся нашей современности. Вот. И здесь очень для нас, да, очень такой вот момент трудоемкий, что мы сами, скажем так, еще, не понимая, может быть, некоторых вещей, из-за недостаточности информации не можем полностью ответить на их любые каких-то там вопросы. Вот. Поэтому да, согласен, что сложности, конечно, возникают. В первую очередь, вот, как трактовать, например, историю современности. То же самое. Потому что у нас сейчас... А под историей современности какой период? Вот последняя, именно история постсоветского периода. В 90-е годы. В 90-е годы и последние вот 20 лет. Потому что мне кажется, на самом деле, если, ну, грубо говоря, учителя, да, и к нам приходят дети, а мы им говорим, что вот, ребята, ситуация такая, что, честно говоря, мы сами как-то, ну, вот такая форма, сами не очень-то в курсе, что происходит, но в целом, смотрите, есть вот такие, да, мне кажется, это намного лучше, чем искусственно притворяться, занимать какую-то позицию, потому что они это чувствуют. Они же чувствуют искусственность. Конечно. Они же хотят искренности какой-то от всех, да, какое-то нормальное такое человеческое общение. Слушайте, ну вы пример людей, вот я же скажу версию про вас двоих, пример людей, которые, поступая в университет, уже знали, кем они будут работать. Прошло 5-6-4 года, и вы работаете. Или это не так? Это вообще не так. Вообще вообще не так. Ну, ты поступала на учителя права. Нет, я не поступала на учителя права. А, на кого ты поступала? Это было, ну, это было обычное направление юриспруденция. То есть я, поступив в педагогический университет, поклялась себе вообще в двух вещах. Никогда в жизни не работать в суде и никогда в жизни не работать учителем. И по иронии судьбы, я, именно в этом порядке поработала и там, и там. То есть у тебя бакалаврское образование юриста? Да. А магистратура уже педагогическая? Магистратура уже педагогическая, да. А, вот оно как получилось. Это очень знакомый кейс. У меня было то же самое. Я когда поступал, я хотел быть адвокатом, но на первом же курсе понял, что я буду заниматься наукой и стал писать статьи про разделение властей, потом свобода совести появится. Нет, сначала у меня были права заключенных на втором курсе, и вот в третьем курсе я прям до аспирантуры буду заниматься свободой совести, средствами. Да, это прикольно. Да. Сережа, у тебя? Ну вот я, в принципе, когда поступал в 2015 году сюда, в институт, я надеялся, что буду в будущем учителем. Опять же, вот мне, скажем так, пример подала мой личный учитель истории в школе еще. Вот. Я как бы смотрел на нее, как она работала, как она к нам относилась, как она пыталась в нас запихнуть все знания. Вот. И, конечно, я считал, что должен буду, по сути, отдать свой долг. Это тоже отучиться на педагогическое образование, буду историком, буду работать в школе. Вот. Конечно, существовала такая вот боязнь вообще не то, чтобы работать в школе, а вообще работать. Поэтому я долго не решался именно вот на последних курсах бакалавриата, даже в магистратуре, идти работать. Я делал ставку именно на то, чтобы получить действительно по-настоящему хорошее образование у нас в институте. И я его, по сути, получил как раз, действительно стал и педагогом, плюс историком. И, конечно, со временем я уже стал понимать, что дальше сидеть за книжками уже нельзя. Нужно все-таки строить свою карьеру. И как раз вот подвернулась такая вот возможность, что я вот стал коллегой Юли. И сейчас вот я уже почти год отработав в лицее, считаю, что моя жизнь, я живу, и что я делаю? Это все не зря. Действительно, это все не зря. Вот. Поэтому я и получаю все-таки и опыт, и передаю его. Тоже уже стараюсь будущим молодым коллегам, с учениками очень много разговариваю. Вот. Поэтому считаю, что действительно живу не зря. Это знакомая ситуация. Я когда в аспирантуру поступал, и у меня тоже все спрашивали, и готовился писать кандидатскую диссертацию, я ее начал писать, я ее не написал, в итоге не защитил. Вот. И мне задавали один вопрос такой с сарказмом, типа, а у тебя богатые родители? То есть поступая в аспирантуру и желая написать диссертацию, ты как бы, у тебя есть возможность не работать, потому что невозможно работать, да? Ну, ты сейчас пишешь диссертацию? Да. Ну, тяжело же, да? Тяжело идет, да. Я вообще не такой, как бы, не писучий человек. Из меня не прямо льется текст такой прям, который потом просто можно обработать. Мне, как бы, это достаточно тяжело дается с бакалавриата. Вот. Но, как бы, вот, для того, чтобы что-то написать, мне нужно прям посидеть конкретно, повникать, почитать. И я могу там, ну, например, часа за полтора написать две страницы всего. Вот. Ну, какого-нибудь нормального качественного текста. Если каждый день писать по две страницы, то же можно быстро диссертацию написать. Да. Ну, вот. И в итоге я, собственно, тоже пошел работать, и все. Я ничего не написал, никакую диссертацию, потому что времени не было, и уже мотивация сбилась очень сильно. Юля, когда ты поняла, что, смотри, ты поступаешь на юрфак, ты понимаешь, что не суд, а не суд, то есть не адвокат, не прокурор, не судья. Или именно суд, вот суд, как суд? Вот именно суд, именно вот отделы судьи. Ага, вот эта вот история. Да. Да, вот типа помощник судьи там или... Не учитель, не судья. А когда произошла вот эта история, что нет, я могу быть учителем, я хочу быть учителем? Это, на самом деле, очень такая, ну, как сказать, странная история, потому что я, когда поступала на юрфак, у меня был четкий план, что я вот получу юридическое образование и пойду работать в органы. У меня был четкий план, и я вынашивала его, ну, наверное, года три точно. Он у меня прям укоренился, я прям уже знала, что я приду в полицию, у меня будет преимущество, что я буду иметь высшее образование юридическое и сразу буду там иметь какие-то должности. Так, для картинки, чтобы мы сразу складывали картинку, глядя на тебя и слушать, ты хотела быть следователем, да? Нет, я не хотела быть не следователем, все гораздо проще, я хотела работать в конной полиции. Конной полиции. Да, я занимаюсь лошадьми уже очень давно, конным спортом, я выездкой занималась, конкуром занималась на разных уровнях, и я подумала, что это мое призвание, то есть я хочу работать в органах, у меня будет юридическое образование, а тут еще и лошади, я думаю, ну все, звезды сошлись. Вот, ну и три с половиной года я мечтала об этом, хотела, все. Вот, а потом моя жизнь на четвертом курсе чуть-чуть изменилась, планы, соответственно, тоже изменились, и я подумала, почему бы и нет, тем более, что появилось такое направление, теория методика преподания права, защита прав участников образовательного процесса, вот так называлось направление. Любим мы длинные. Да, вот. Я поступила туда, в магистратуру, причем перед вступительным экзаменом у меня был такой мандраж, потому что я, по сути, начинала для себя осваивать принципиально новую профессию, потому что у меня до этого были только там система права, там какие-то законы, источники, все вот это вот мне было знакомо, все прекрасно, приятно, и даже хотела сначала пойти в магистратуру на юрфак, там остаться на кафедре уголовно-правовых дисциплин, но нет, я подготовилась, сдала успешно экзамен, я была первой в списке на поступление на бюджет, принимали, кстати, мои преподаватели, которые меня учили тоже на юрфаке, и я поступила и начала учиться и одновременно работать. То есть у меня как бы теория-практика, теория-практика, и как-то вот все удачно начало сходиться, и я поняла, почему бы и нет. То есть я на тот момент уже получила, я начинала с четырех часов в школе внешним совместителем, то есть я работала там в суде, и, ну точнее, я работала в лицее, там 4-5 месяцев, у меня по 2 часа с утра было, и сразу ехала в лицей. Ой, фу, господи, в суд. То есть смотри, и в лицей попала учителем, и в суд-то все-таки попала. Да, 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 это вот, ну это какая-то злая ирония судьбы, потому что я не знаю, я себе вот на два места зареклась никогда в жизни не работать, и там поработала, причем одновременно. Тут, конечно, хочется, вас сразу спросить, дайте короткий совет нынешним студентам и нашим будущим студентам, как вообще думать о своей профессии в будущем, потому что многие же ребята разочаровываются при выборе, да, то есть они могут даже сильными быть студентами, с высокими баллами ЕГЭ, но когда начинают учиться на первом курсе, разочаровываются, и это как бы, ну, начинают разные последствия возникать. Но я не буду об этом спрашивать, потому что все наши советы им, конечно, не помогут, потому что пока они сами об этом не задумываются. Вы попали в лицей, можете вспомнить вот первые дни, что было самым сложным? Что самое сложное для молодого преподавателя после педагогического университета, который попадает уже в сформированную систему с преподавателями, учителями, которые там уже давно работают, а тут вы пришли? — Ну, начнем по хронологии. Я туда пришла в 18-м году. — В 18-м, да? Нет. — Тебе виднее. — В 19-м. В 19-м году я туда пришла. Самое сложное, на самом деле, для меня было это ориентироваться в корпусах, потому что там, насколько я знаю… — Сколько у нас? Шесть корпусов? — Шесть корпусов, да, и там, в общем, самое сложное было. — Это на Серпуховской, правильно? — Да, да. — Да, вот между Серпуховкой и Павелецкой как раз. — Ну, и Добрыниска. — Ну, то есть там, где кампус, Плешки, там же лицей находится. — Да, они соседние здания, как раз. — Да, вот мне очень трудно было ориентироваться, потому что я… у меня географический кретинизм, или как это называется, то есть я могу… — Я там недавно был на мероприятии, и нас повели волонтеры из зала главного, ну, из концертного зала, повели в какой-то другой корпус. — Из конгресс-центра, наверное, да, восприятие? — Да, из конгресс-центра повели, ну, и как там можно вообще ориентироваться? Указатели нужны, как бы? — Да, вот, ну, указатели на меня обычно не действуют, то есть я их в упор не вижу, да, ну, и для меня это самое сложное было. А вот в психологическом плане было сложно, я помню просто свой день первый, когда вообще, в принципе, у меня был первый, первые мои уроки, это был 7 ноября, я как сейчас помню, я прихожу, там народ подтягивается, у нас в 8.30 начинаются уроки, где-то в 8.20-8.25 я вижу уже, класс собрался, все на меня смотрят, учитель новый, я на них смотрю, и просто вот пропадает какой-то дар речи, потому что вот перед аудиторией, во-первых, у меня тогда еще так, еще со студенческих лет еще чуть-чуть остался такой страх вот большого, большой аудитории там и так далее. Ну вот это, наверное, самое психологически сложное было, тем более, что у меня не было опыта вот от слова совсем. — Ну, расскажи, что ты сделала, вот так ты начала вести урок, это самое интересное. — Ну, я просто заговорила, я просто заговорила, я отложила план урока, отложила конспект и решила, что лучше будет, если мы сейчас просто вот установим какой-то контакт, чтобы я их настроила на диалог, чтобы они не боялись, отвечали, беседовали, разговаривали, мы о чем-то поговорили там минут 5-7, и я начала урок, вот как таковой. — Какая тема урока была? — Тема урока была «Система права». — Ёж, это какой класс-то? — Да, это десятый был. — Прямо сразу «Система права»? — Ну, не сразу, там у них, ну, считай, сентябрь-октябрь у них было уже право, точнее, другой учитель был, в том и пришла я и подхватила. — В середине курса? — Да, 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 ну, ближе к началу, да, но у них там где-то все основы теории государства и права, у них там идет начальница. — Окей, давайте по очереди накидывать сложности, которые вы скидывали, Сереж, какая была сложность? — Ой, ну, я пришел как раз тоже в середине учебного года, сразу после новогодних праздников, как раз в январе месяце, и, скажем так, для меня не то, что самый сложный там урок был, самый сложный день был, самыми сложными для меня были первые два месяца работы, потому что, во-первых, ну, опять же, возвращаясь там к моим однокурсникам, которые там сейчас работают уже, имеют тоже опыт работы в школе, они, по сути, не прервали вот эту вот связь институт и образовательная организация. У меня вот этот вот провал был, поэтому, когда пришел сразу работать, я начал только вспоминать, 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 чему нас обучали на кафедре методики преподавания. Вот все вот эти вот приемы, как работать с детьми, и вот я тоже, в принципе, не забуду свой первый урок, это в 11 классе как раз было, когда я вошел и сразу увидел много народу. Думаю, ну все, сейчас будут как Ленин на Броневичке, значит, выступать. А у нас как раз, в отличие от школы, у нас уроки идут по 40 минут. Ну, я, как и в известном фильме, коротенечко, минут на 40, задал лекцию. Такие лекции у меня были две недели. Потом я понял, они начинают скучать, они начинают засыпать, они начинают там в телефонах сидеть. Значит, думаю, надо что-то менять. И то есть в течение вот первых двух месяцев я только привыкал именно, скажем таким, ну, для учителя волокитным как раз вот обязанностям именно там составление планов, разработка уроков, программ, заданий и так далее и тому подобное. Потом налаживал связь с педагогическим коллективом, все время с ними советовался, ходил на уроки, посещал. Вот к Юле тоже неоднократно как раз обращалась, как вот она преподает. То есть, по сути, опыт, опыта, как говорится, набирался. Вот. А сейчас, в принципе, хочу сказать, что я вот в образовательной организации сейчас себя уже чувствую гораздо увереннее. Гораздо увереннее. Вот. Все-таки вот эти вот даже пары на Балковариате, когда у нас вот проводили наши методисты, наши преподаватели, они действительно не прошли даром. Что-то все-таки на ус, как говорится, наматывали. Но вот я еще раз повторю, что вот для меня самыми сложными временами в моем старте педагогической карьеры были первые два месяца работы. Это засыпал с трудом, потому что я не знал, что завтра будет, как дети себя поведут, как мой урок пройдет, действительно, как его дети вас стримут. И, ну, грубо говоря, какой-то внутренний такой небольшой страх был все-таки, конечно. Вот. И в взаимоотношениях, как тебя коллектив воспримет, как твои уроки пройдут, как тебя воспримут ученики. Вот. И, само собой, как воспримет тебя администрация. Короче, выход из зоны комфорта такой конкретный достаточно. Ой, абсолютно, абсолютно. У тебя было проще, потому что там уже были знакомые, вот поэтому адаптация. Да. И вот здесь стоит отметить, что большим плюсом здесь было, что были знакомые коллеги, которые работали вместе, которые постоянно как-то морально даже поддерживали. Вот помнишь, наверное, по вечерам звонки, алло, алло, а вот как тут вот сделать, а вот как вот, например, там таблицу какую-то сформировать, как отчет написать, как урок, какие задания лучше там накидать, как вот это вот все. Ну, от методической до бумажной работы, короче, всегда там консультируемся, всегда подходим, как бы в этом смысле очень комфортно работает. То есть вот эта вот связь, именно вот не то, чтобы даже вот как коллега-коллега, а действительно вот связь именно как со студенческих лет, дружба, даже дружба, она и в принципе и в работе тоже прослеживается. Вот, то есть здесь вот именно на доверительных отношениях, на взаимопомощи, на взаимовыручки, вот, и все-таки на обмене опытом, конечно. Ну и плюс повезло, метод объединения одно. А что вы делаете метод объединения? То есть вот собираетесь раз в месяц, обсуждаете, как жить? Ну, скажем так, не то, что как жить, как дальше работать, как дальше уроки вести, как воспитательную. Чаек там, все дела. Ну, не без этого, конечно, не без этого. А как отнестись к вам взрослых, ну, в кавычках, взрослые преподаватели, учителя, да, которые там старше вас? А есть еще историки, например, вот ваши есть коллеги, Да, конечно. Вас как бы хорошо приняли или так в штыки? Ну, в принципе, нет. Штыков не было никаких, винтовок тоже не было. Приняли достаточно спокойно, добродушно. Вот. Помогали тоже, в принципе, обращались к ним все время за советами. Вот. Поэтому здесь даже никаких таких вот, именно вот, говоря о моем предмете, истории, здесь вот даже конфликтов, как преподавать, именно как трактовать историю, здесь, в принципе, тоже не возникало никогда. Вот. Поэтому все время тоже вот помогали. Хотя, хотя, конечно, видно, что, допустим, преподаватели более старшего возраста, они так присматривались, присматривались, как он себя поведет. Есть же миф такой. Ну, на мой взгляд, это миф, что вот преподаватели более старшие, они, грубо говоря, не приветствуют молодых, что молодым тяжело в школе, что там такая атмосфера всегда гнетущая в школах, что туда тяжело вот как-то так молодому человеку войти, и там начинают сразу, если это молодая учительница, девушка, то сразу замечания по поводу макияжа могут быть, там какой-то одежды, или ты, вот это миф реальный, или это есть такое вот чувство? Ну, скажем так, мы этого не замечали никогда. Ну, это на самом деле может быть связано с двумя факторами, как я вижу. Во-первых, это методика, потому что вот более старшие учителя, наши коллеги, они все-таки учились немножко по-другому и учили их немножко по-другому, точнее, совсем по-другому. Вот, сейчас, конечно, уже много появилось педагогических технологий всяких интересных. Осваиваем компьютер, осваиваем всякие интересные классные там программы для того, чтобы разнообразить контент на уроке. Учителя более старшего поколения, они как-то вот сторонятся, и когда со стороны они видят, что это все активно используется, они вот начинают как-то скептически относиться. Это, наверное, с этим связано. Ну, еще, наверное, такой психологический момент, хотя, конечно, об этом никто не рассказывает, никто в лицо тебе этого не скажет, но все-таки более старшие преподаватели, они видят постепенно, что когда молодые специалисты приходят в педагогический коллектив, создается ощущение, что меняется смена происходит вот коллектива с заменой на более старших преподавателей более молодыми. Конечно, из-за этого тоже формируется такое отношение. Но я тоже, на самом деле, думаю, что это больше так близко к мифу, но если о факторах говорить, наверное, все-таки вот эти два фактора основные, которые могут на это влиять. А как вы думаете, можно что-нибудь такое придумать, порекомендовать, не знаю, может быть, университету нашему, может быть, там, органам управления, образованием что-то придумать, чтобы легче было молодым специалистам адаптироваться в школе. Потому что все-таки это такая корпоративная история, да, и там высокие ставки довольно-таки, что обучение детей, будущее страны. У нас же реализуется программа наставничества, насколько я знаю. При институте, научно-исследовательском институте... Да, да, урбанистики. Да, урбанистики глобального образования. У вас есть наставники? У нас конкретно? Нет. Мы уже сами наставники. По сути, да. Да. Я принимала участие в этих мероприятиях, связанных с наставничеством, там, организовываются собрания, разбираются кейсы. Молодой специалист просто может написать свою проблему, и этот кейс попадает к какому-то наставнику, и его на сессии коллективно разбирают. Такая история. Я думаю, что вот на базе МГПУ это очень крутая история в плане того, что молодые специалисты могут не просто закапывать свои страхи, а вот приходить с ними, говорить, вот у меня такая проблема, вот у меня такая проблема, давайте что-нибудь сделаем. Все те же молодые специалисты, те же вчерашние выпускники вот могут обменяться опытом, также там более старших преподавателей тоже спросить об этом. То есть это не замалчивается, как это было раньше, а уже реальные какие-то предпринимаются попытки поддержать молодых специалистов. Это очень хорошо. Так и самое главное получается, что все могут очень быстро и открыто понять, что вообще у всех такие проблемы. Мы же так думаем, если у меня вот такая проблема, она только у меня. Я такой ущербный. Я тоже так думала. Мы все так думаем. И это вообще может касаться чего угодно в жизни, да, там, например. Вот я вот помню, например, ну это дурацкий пример, конечно, но где-то в пятом, шестом, седьмом классе у меня активно начали расти волосы на руках и вообще везде. И я очень, ну, стыдился этого. Мне казалось, что это ненормально, потому что парни не растут, либо растут, но светлые, не видно. А у меня прям зарастало, и я прям вот реально этого стыдно, думал, что это только у меня. А это же у всех здесь то же самое, да? Это классная история, да. Мне кажется, вот если нас слушают сейчас студенты, ребяточки, вот поймите, что все наши проблемы, они у нас одинаковые, по сути. Да. И надо делиться. И о них не надо молчать, самое главное. Знаете, какой еще пример классный? Ты когда микрофон говоришь, ведь говорящий в микрофон человек только он слышит себя иначе, а все остальные его слышат так же, как обычно его слышат. Нам кажется, что что-то не так с нашим голосом. На самом деле все нормально, да? Да, это правда. На самом деле так. Давайте, знаете, о чем поговорим сейчас? Я не совсем понимаю. Я тоже не понимаю, поэтому спасибо. Давайте поговорим о детях. Вот как вы считаете, вот вы же помните себя в школе? Вы учились в школе, да? С себя, там, это было когда вы в 15-м году закончили, да? Ну, поступали где-то в 2004-м, наверное, в первый класс пошли. Да, ну то есть вы такие, ваша школьная пора, вы дети нулевых. Вот это самое, да, вот эта часть, да? Если говорить исторически, вот это Россия, да? Уже на 90-е. Я, наверное, в 90-е в школе учился. А сейчас дети к вам приходят, которые чуть попозже уже пошли, в 10-е годы, да? В школу. Вот они отличаются от вас? Фух, ну, если... На самом деле очень сильно. Вот согласен, да. Потому что, скажем так, вот смотришь просто вот на них со стороны, не только вот как они учатся, а просто, допустим, там, поведение их. И вот никакой вроде связи нету. Вот между собой и вот как мысль... То есть вы себя с ними не ассоциируете, чтобы мы так же делали, да? Ну, не во всем, не во всем. Бывают, конечно, какие-то такие моменты, вот, которые прям из поколения в поколение железобетонно передаются, но вот в общей картинке, картинка, наверное, меняется, да? Меняется кардинально. Школа адекватна сейчас вот их миру? То есть, грубо говоря, вот то, как они чувствуют мир, как они живут в своем информационном поле, да? Со всеми там, пусть неполноценно работающими тиктоками, попытами, что там и так далее. Все-все сейчас наберем в корзины, да? И школы, которые такая консервативная, всегда... Школа догоняет этот мир. Она пытается догнать всеми силами. Предпринимается достаточно много попыток это сделать. И мероприятия всякие проводятся. Там мы профориентационные, чтобы опередить вот эту вот насыщенную жизнь современного школьника. Потому что я слушаю своих ребят, которые выпускники мои, которые сейчас учатся. Я говорю, есть свободный полчасика? Загляните в книжку, посмотрите что-нибудь там. ЕГЭ порешайте. Ну вот отдохнули, полистали. Отдохнули, какой-то баланс должен быть. Они говорят, нам некогда. Я говорю, чем вы заняты? И они начинают в 10 утра, в субботу, значит, у меня репетитор по математике. В 12 у меня волейбол, в 14 у меня плавание. В общем, до 10, до 11 вечера мне вот это вот расписывают. И я вспоминаю, просто у меня такого не было. То есть у меня даже на базе школы не было таких... Такого огромного количества каких-то мероприятий. Каких-то выездных, там, невыездных. В общем, такого не было. А сейчас школы стремятся, конечно, это все и досуг, и внеурочку. Все пытаются насытить вот этими всеми вещами. Ну, школа стремится, конечно, но все-таки иногда, наверное, видно, что как-то вот они опережают ее, что ли, эту школу. Дети современным мышлением своим как-то вот они... Видно, что они впереди. Они не то, чтобы даже вот впереди. И вот я тоже вот подмечу, что в наше время, опять же, вот с моей, может быть, субъективной точки зрения, мы не были настолько загружены в образовательной организации, вот, насколько загружены сейчас дети. У них, конечно, есть там какие-то свои дела, касающиеся учебы, внеурочной деятельности, там, спортивных каких-то мероприятий. Но вот действительно, смотришь на ученика, допустим, там, девятого, десятого класса, даже восьмого, ну, это, прям, не знаю, герой труда стаханов. Просто загруженный день до такого предела, что, можно сказать, ему и спать, наверное, некогда. Вот. И поэтому здесь сами дети, вот когда мы говорим, например, что учитель там долго работает в образовательной организации, он выгорает. Здесь, можно сказать, то же самое об ученике. Когда он слишком много, не то что, ну, там, учится, там, участвует в каких-то мероприятиях, то есть он ведет какую-то активную жизнь, он может тоже выгорать, и в первую очередь это будет касаться качества образования. У него начинает пропадать интерес ко всему. И вот, кстати, вот педагоги, не только молодые, но уже с опытом, они, в принципе, с этим сталкиваются. И здесь следует как раз сказать, что вот этот вот момент нельзя тоже упускать. И здесь нужно следить, насколько ребенок загружен, насколько он воспринимает, допустим, твой материал, и как сделать таким образом, чтобы у него интерес в будущем не пропадал к твоему предмету. А вы как-то общаетесь в школе со всеми предметниками по поводу объемов ДЗ? Ну, потому что, давайте сейчас скажем, загруженность, она... То есть, смотрите, сейчас пример приведу. Вот у меня дочь в пятом классе. Я у нее спрашиваю, сколько сегодня урок? Я говорю, 8, 8, то есть, седьмого нет, окошко, но 8, ну, это 8 уроков в пятом. У меня не было 8 уроков в пятом. У меня в пятом классе максимум 6 было, мне кажется. Ну, 7, даже 7 не было. То есть, 6 уроков, я пошел домой, смотрю «Звездный час». Все, тележки там двигают, такая программа была. 8, в следующий день опять 8. Там, понятно, два языка, появились там разговоры о важном еще часик, да? То есть, везде что-то, ОДНК, НР, вот эти вот предметы интересные. Но, тем не менее, ну, потом у нее танцы. У нее еще дополнительные английские, танцы. И, короче, она домой приходит полдевятого. А еще уроки. Короче, ДЗ, вот есть какая-то договоренность? Я убежден, что никто не договаривается ни с кем. Что каждый учитель вываливает свою порцию ДЗ и считает, что, ну, ну, чуть больше там, ладно, умнее будет. Ну, вот соглашусь, в принципе, что такой договоренности у нас как бы нет. Потому что каждый учитель, скажем так, определяет свой критерий. То есть, какой объем, допустим, там, не знаю, там, параграфа, например, там, или какой-то темы мы должны пройти на уроке. Остальное, конечно же, в типичном случае идет в качестве домашнего задания. Допустим, на уроке успел ты полпараграфа пройти, объемного, полпараграфа тебе сразу идет на прочтение, на запоминание. И плюс еще там каких-то вопросов штук 10 и так далее. Такое тоже, в принципе, бывает, встречается. Но я в своей практике такого не делаю и стараюсь не делать, потому что, в первую очередь, вот даже в нашем лицее у нас история, она изучается в базовом курсе. И она является, по сути, не основным предметом. Такие, как там, ну, у нас чаще всего выбирают, сдают. Это, конечно, русский язык, математика, общество знания, там, иностранный язык. История — это как бы предмет периферийный. И здесь я, конечно, понимаю, что им, в первую очередь, история необходима для просто общего развития и знания истории своего государства. То есть есть какие-то основные вещи, которые у нас там прописаны, например, в историко-культурном стандарте, которые необходимо ученику знать. У нас прописано все в ФАВГУСе, что, какими там компетенциями должен бы обладать выпускник. И из этого я делаю расчет, что ему нужно будет обязательно изучить, а что он может изучить по своему желанию. То есть там где-то почитать в каком-то ресурсе проверенном. То есть здесь я тоже, в принципе, в свою задачу ставлю, например, это отбор материала. То есть именно проверенная информация, верифицированная, и насколько ей можно, конечно, доверять. Вот. То есть здесь вот действительно от каждого педагога лично уже зависит, какой объем домашнего задания он будет выдавать обучающимся. Ну, короче, мы стараемся не грузить особо. Когда понимаем, что, например, приходит класс, у них там профильный предмет, допустим, информатика. То есть они там, никто не сдает общество знаний, они сдают информатику и профильную математику. Там куда-то на технические специальности поступать. То есть в таком случае, конечно, при двух общество знаний в неделю смысла нет там особо грузить, что какие-то там бесконечные таблицы заполнять, писать конспекты. В этом смысла нет. Просто чуть-чуть их подпитывать, чтобы у них на уровне понимания общество знания было. Потому что технарям оно тоже обязательно нужно. Ну, а так стараемся балансировать, но таких, чтобы прям огромных объемов, наверное, у нас нет. Да нет. А вы задаете такие задания сейчас, типа написать доклад? Ну, конечно, нет. Мы практикуем все-таки как бы выступления там с докладами. Вот. Там в рамках именно вот у меня на уроках. Там берем какую-то там тему, либо по личностям, либо по какому-то там трудному периоду в истории. И они готовят, конечно, доклад. Ну, во-первых, я сразу объясняю им, каковы критерии. То есть, допустим, там, 5-10 минут, самое основное, я им объясняю уже сразу изначально. Они по памяти должны потом читать? Нет, конечно. А они... Я тогда добью свой вопрос. Смотрите, вот задают. Я буду просто на своих детях давать примеры. Вы меня поправьте, как педагоги. Может быть, там есть возрастные особенности, там 5 класс и 10, да? Но вот задают в пятом классе. Написать доклад, например, про... Ну, как бы, это называется доклад. Ну, в электронном книге пишут, там, доклад. Ну, понимаете, что доклад, он будет вот такой в пятом классе, да? И там ребенок выйдет, прочитает. Ну, доклад там про... Что-то про Моисея. Там есть такая тема Моисея. Там древнееврейское государство, да, в истории. Ну, пятого класса. Ну, какой смысл задать такие задания? То есть, какой смысл, если ребенок берет телефон? Или его родитель, который, ну, тоже задолбался к концу дня, честно говоря. Он родитель тоже работает. Берет телефон, отбивает там миф о Моисеи, доклад, переписывает его на листочек и потом по этому листочку читает. То есть, цель в чем? В том, что он потратил там 30 минут на переписывание. Ну, это же не про историю задания, а про что? Про там, не знаю, русский язык, скорее всего. Ну, есть доклад ради доклада, просто чтобы была какая-то форма отчетности по домашнему заданию. Есть такая практика, да, что задают, вот эта бумажка есть, значит, оценка как-то оправдана, все, значит, есть. Но есть учителя, которые этот момент очень контролируют. Я не знаю, как в пятом классе, вообще не работала никогда с младше восьмого. Суть этого задания, в моем понимании, заключается в том, что ребенок должен подготовить там, даже неважно в каком объеме, просто вот какой-то маленький рассказ. И поскольку цель не изба читальная, да, то есть мы не просто приходим, читаем с листочкой, в этом смысла нет, все умеют читать к пятому классу, это понятно. А на навык, на вот выработку вот этого навыка собственного изложения мысли. То есть, вот ты прочитал какой-то кусочек, будь добр, попробуй его как-то вот интерпретировать своими словами. И вот это начинает формироваться, то, что к одиннадцатому классу мы тоже проверяем на проектной деятельности, это умение изложить собственную мысль. То есть, как Ленин говорил, чем больше ты знаешь, тем больше ты в курсе темы, тем ты, короче, способен ее изложить. И чем больше разбирайся, тем, короче, ты можешь ее как-то интерпретировать и своими словами рассказать. То есть, вот в этом тогда есть смысл. А просто распечатку приносить, там, бумагоморательством этим заниматься, в этом смысла никакого нет. И эта оценка, ну, за то, что вышел, прочитал доски что-то, это не оценка. То есть, смысла в этом нет. Ну, в пятом классе точно нет. Просто, когда мне задавали доклад написать, там, в девяносто-каком-то несчастном в восьмом году, например, у меня не было интернета, у меня не было ни Википедии, ни порталов. Не было, сейчас же даже если вбить на задание из учебника вопрос, ты найдешь на каких-то порталах, типа учи.ру, вы знаете эти порталы. Прям конкретно этот вопрос. У меня такого не было. Я вынужден был искать информацию, библиотеку пойти, киноцинклопедия. То есть, у меня был поиск информации, это было полезно хотя бы как-то. Сейчас же пользы в этом нет. Да, это на самом деле не только в девяностых. Я еще застала это время, когда я тоже училась, наверное, в классе в пятом. Нам там задали сделать по географии какую-то презентацию о каком-то острове, там, России, там, что-то каких-то. Я тогда первый раз в жизни села за PowerPoint и что-то там наваяла, какую-то презентацию. И у меня был такой листочек с этим докладом, там, текстовая эта часть. И для того, чтобы это сделать, я там использовала интернет. Но когда мне еще раньше задавали такие вещи, мне приходилось, мама моя ходила, мы туда жили еще, у меня отец военный, мы жили в общежитии. И мы ходили по соседям, спрашивали эти книжки, энциклопедию, у кого что есть там с какого-то четвертого, пятого этажа, там, с этой комнаты, с третьей, пятой. И вот обкладывались этими книжками, мама мне делала закладочки, вот перепиши отсюда, а это вот здесь еще есть, и перепиши. И, в общем, это делалось просто ужасно долго. Вот, и, конечно, это было очень сложно, поэтому, да, я понимаю. Вот сейчас, конечно, скопировалось из интернета. И поскольку процесс сам упрощается, требования к процедуре, вот, сдачи отчетности по этому домашнему заданию, должны быть выше, конечно. А как вам задание по литературе? Написать письмо Герасиму? Ну что ж, в нашей жизни так вот бывает тоже. Нет, я перечитал Муму, чтобы написать за дочь письмо Герасиму. Ну, как бы, просто, я понял, что это вообще не для детей, как бы, книжка-то про Герасима, барыню и собаку. Ну да. И просто проблема в том, что, ну, как можно написать письмо Герасиму? Это же надо иметь такую эмпатию у ребенка в возрасте пятого класса. И, ну, мама должна быть, как бы, рифмоплетом, чтобы что-то выдумать, да, этот текст. Надо еще понять, как отнестись с Герасимом. Ну, это же просто убийство какое-то. Вместо того, чтобы просто пообсуждать с детьми это на уроке. Ну, просто пообсуждать книжку, как она. Вот есть же осмысленное чтение, да, в школе сейчас. Ну, всех, но уроки сложные. Как будто бы все остальные уроки не осмысленные. Да. Окей, а гаджеты, что вы думаете, вот, постоянно обсуждается, запрещают? Телефоны не носить, сдавать, не сдавать, пользоваться могут? Как вы, ваше, вот, как педагоги вы что думаете? Вот, тема до сих пор вот остается и для нас такой щепетильной. Потому что неоднократно, конечно, на уроках глядишь, уже сидит. Даже вот на пять минут отвлекаешься, там, например, в сторону просто повернулся, там, уже сидит там, что-то смотрит, там, тиктоки, там, инстаграм и так далее, и тому подобное. И просто вот действительно очень ситуация такая непростая, потому что, с одной стороны, должен отобрать, не имеешь на это права, одни говорят, другие говорят, что если вдруг какой-то важный звонок от родителей и так далее, нужно позвонить, а у него телефона не будет. От совета акционеров, да? Да, то есть здесь вот это вот для нас, она и проблема достаточно острой является, вот, но все равно, когда проводим, либо какие-то опросы, тесты, контрольные работы, стараемся все-таки телефоны в коробочку, в специальное место на тумбочку собирать, вот, чтобы все-таки своей головой, как говорится, думали, писали, вот. Вот, но так иногда все-таки телефоны на руке мы используем, в каком виде, а когда вот, например, проводим какие-нибудь тесты с использованием вот этих вот всех инновационных технологий, грубо говоря, там, Кахут, например, там, либо вот нужно сканировать QR-код, они там проходят, вот эти вот тесты тоже. Вы используете Кахут, да, в работе? Да, конечно. Ну, круто. Вот, там и Кахут, и Ленинг Сап, то есть вот, то есть сейчас вот для педагога, действительно, вот с помощью вот этих вот всех технологий и с помощью телефонов, это труд облегчили, конечно, вот. Ты считаешь, что облегчили труд? Потому что мне это кажется наоборот, что все вот эти цифровые технологии, они еще осложнили больше работы, потому что нужно еще больше готовиться, еще больше вкладываться, особенно если это в онлайне полно. Ну, мы сейчас не будем. Причина, я сейчас обновлю этот вопрос про гаджеты, и Сергею, Юле, тебе. Все-таки вы причину-то в чем видите, что дети, лентяи, дураки, негодяи, подлецы, а вы там святые, или им просто неинтересно на уроках учителей? Ну, то есть, как бы, телефон, на самом деле, это же конкурент учителя. То есть, если есть учитель, есть телефон. Интегрировать надо. И с этим интереснее. То есть, мне интересно слушать учителя, даже из-за страха наказания. То есть, они из-за страха наказания все равно не сидят в телефоне. Они же понимают, что им влетит, получит двойку, вызовут родителей, отберут телефон. Но он все равно сидит с телефоном. Надо интегрировать телефон в урок, потому что, если, например, ситуация такая возникает. Ну, на самом деле, это зависит от класса, потому что есть такие классы прям хулиганистые. Они вот хорошие, они умные, они вот как люди, вот они качественные такие люди. Но вот где-то хулиганистые, где-то в телефоне посидеть, где-то что-то с такими практикуется игра в коробочку. Просто приносится коробка, туда все телефоны складываются, и мы занимаемся. А есть ребята, с которыми можно спокойно телефон интегрировать в урок, потому что, например, если мы проходим там, ну, какое-нибудь разделение властей, там, да, я говорю так, смотрю там, в телефоне засиделся, говорю так, там, ты, Петя, сидишь в телефоне, ну-ка, открывай нам 10-ю статью Конституции и читай разделение властей, или там, трудовое право, там, открывай нам 37-ю статью Конституции и читай. И вот он уже закрывает свою игрушку и начинает телефон использовать вот на пользу урок. Ну, ты представляешь, как это классно, если ребенок научится в телефоне открывать нужную статью закона, понимая, что на этом, ну, ресурсе типа Консультант Плюс или там, ну, объяснить, что вот на этих можно, там нельзя. Да. Он открывает, пользуется, читает и понимает, ну, супер же, ну, класс. Да. И не надо ничего учить. Причем нужно научить при пользовании, например, текстом нормативных актов, нужно учить именно не по ссылке, первый их смотреть, там, да, не на ответы mail.ru там или еще что-то. А именно консультанты открывать, гаранты открывать, чтобы пользовались именно авторитетными источниками. Потому что там десятилетней давности какие-то вставляют свои там ответы, десятилетней давности законов, которых уже нет, которые уже юридическую силу тратили. Ну, для юристов это дико очевидная история. Да, да, да. Для тех, кто имеет юрообразование, понятно, что источник права, это не первая ссылка в поисковике Яндекса. Но дети этого не знают. Да. И вообще, в принципе, люди этого не знают, потому что они не имеют юридического. Они думают, что если написано в интернете, значит, правда. Да. Ну, и мне кажется, что еще, как бы, вообще, самая идея запрета, она плоха. Да. Тем, что, ну, мы, как бы, не формируем культуру детей, что у них есть собственность, да, она ценная собственность, что из нее можно извлекать полезные там всякие смыслы. А так мы ее отбираем, и мы их, как бы, унижаем этим. Мы же их, по сути, унижаем, когда мы говорим, что ты не можешь. Либо надо придумывать школу без мобильных телефонов. Тогда учителя тоже должны быть без мобильных телефонов. Иначе он смотрит на учителя, который с мобильным телефоном. Возможно, даже что-то пишет на уроке, пока дети там смотрят фильм. Но при этом им он говорит, что вам нельзя, потому что вы недостойны просто, ребята. Вы еще не дошли до моего уровня. Ну, Сереже, мне кажется, удобно. Он может сказать, что мы изучаем 18 век, там не было мобильных телефонов, поэтому убирайте. Да. Убирайте, сейчас будем дворцовый переворот изучать. Кстати, по поводу зубрить. Сереж, какие вот даты истории надо точно знать каждому человеку? Каждому гражданину России? Каждому гражданину России? Ну, это, во-первых, когда на Руси было принято христианство, само собой. А давай проверим. Ты будешь говорить, какие даты, а мы с Юлей будем пытаться назвать этот год. Значит, когда было крещение Руси? Крещение Руси. 988. Я поддерживаю эту версию. Куликовская битва? 1200. Куликовская, тысяча, да, стояние на Угре, это, значит, сто лет между ними. 1200, что-то там, да? 1380. 1380 год. Хорошо. А Угра 480. 480. Ну, подожди, это я следовом побольше перепутала. Ледовый побольше, да? Ледовый побольше. Ледовый побольше. 1242. А Невская 1240. Кстати, вот сейчас ученики очень путают, которые ведут подготовку к ЕГЭ. Допустим, там есть задание сейчас в ЕГЭ по марке, например, и нужно определить, в каком году битва произошла. То есть там юбилей, допустим. И нужно будет высчитать. И вот они пишут, там, например, 240 год, Ледовый побольше. Ну, все. Ноль баллов за задание. А в 40-ом что было? В 40-ом Невская битва. А, это... Ну, вот зачем это зубрить? Ну, так, давай, так, хорошо, определили. Крещение Руси, Куликовская битва. Так, воцарение династии Романовых на престоле в России. Это 1614. 1613. Да, это смута, после смуты, да. Ну, и Юрий Алексеевич Гагарин в космос полетел. А отмена крепостного права? Ну, отмена крепостного права тоже. А 9 мая? И 9 мая обязательно тоже все надо. А, Гагарин, 1961 год, 12 апреля. А отмена крепостного права? 1861. Так, ну а... Май, нет. Победа советских войск над фашизмом? Ну, ладно, хорош. Над немецким 9 мая, а над японским это 2 сентября. 2 сентября 45-го. Все, зачетку можно дать? Ну, вот это как бы ключевые даты, да? А есть у историков как бы понимание, что да, вот все, вот эти, да, или такого нет понимания? Споры идут по поводу перечня даты? Или вы уже давно утвердили, и все вы по нему идете в школу? Мы, конечно, все-таки, именно как учителя, именно если говорить об истории, все-таки придерживаемся историко-культурного стандарта и всех вот этих вот программ, которые для нас действительно прописаны. Вот. Если мы там сами, учителя, считаем, что им необходимо для более там углубленного изучения, либо там что-то еще нужно узнать интересное, мы им, конечно, можем это дать как на дополнительную деятельность, на внеурочку там, либо просто показать источник, где можно еще больше информации почерпнуть и так далее. Вот. Но в основном, конечно, придерживаемся это вот наших вот программных документов. Для историка, конечно, это прям вот устав, это историко-культурный стандарт. Угу. Вот. Поэтому. Ну, здесь, конечно, тоже историки и учителя бывают тоже разные. Вот. И за всех, как говорится, тоже говорить не буду. Вот. Но лично я вот историко-культурного стандарта придерживаюсь. Хотя, говорю, что там вот в таком-то году там еще такое небольшое событие произошло, о котором историки, скажем так, мало где упоминают, но оно оказало, скажем так, ключевое воздействие на историю, допустим, нашего государства и так далее. Вот. То есть здесь вот... А зарубежную историю дети тоже учат, да? Зарубежную обязательно. Голубь, он по Европе вот этот вот когда. Ой, вот я вспоминаю просто свое изучение в школе. Ну, скажем так, да. Голубь, он по Европе... Ну, оно было ни о чем, мягко говоря. Ну, то есть это невозможно. Ну, там я даже больше скажу, что мы же ведь в курсе, допустим, там всемирной истории изучаем не одно государство, а множество. Да, 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 Игорь. И здесь вот ученику очень сложно вообще разобраться, какие события, допустим, происходили в Европе и в то же время происходили в России. Ну, тут со своими-то не разберешься. Там еще вот эти вот Карлоси, Англия, Франция, потом США еще появятся, потом что у нас Германия, Пруссия, вот это вот... Ну, как так жить-то вообще? Ну, непонятно же. А еще и география мимо идет курс, то есть курс политической географии, он же тоже как-то там... Ну, то есть круто было бы, конечно, все это параллельно как-то шло, да? И ребенок такой, ага, то есть вот это, у нас это, там казнят, у нас расстрелят, все отлично, хорошая, красивая история мира. Поэтому вот, кстати, еще одна из задач, которая вложится на учителя истории, это в первую очередь работа с картами. Работа с контурными картами, чтобы все-таки дети представляли не только на словах, какие события происходили, а точнее даже еще места, где они происходили. Это так скучно было. Я не знаю, вот, Юлия, скучно было с картами, это прямо вот застрелиться было. Особенно вот эти... Я обожал истории, но контурные карты просто застрелиться было. Да, черно-белые эти невнятные какие-то там карты еще были. Ну, возможно, и так подается, подается. То есть, вообще, в пятом классе же историю начинают учить дети, да? Да. Я помню, у меня была дичайшая отрыжка от истории в пятом классе, потому что я ее полюбил в девятом, а туда вот ближе. Но в пятом, это, возможно, возраст как... Потому что ребенок приходит после начальной школы, там, любимый учитель, ему на отдельную тетю дают, и она говорит, карты разрисовывай. Там же древний мир начинается в пятом, да? Да. Древний мир вообще непонятно, как там люди жили. Слушайте, а у вас, вот у юристов, как вы смотрите на... У вас это обычный курс в школе, да? Право? Ну, да. Обычный курс. А вот какую цель ставите перед собой? Вот изучил курс, что нужно знать? Там вот даты надо учить, понимать, как процессы, а у вас вот система права вообще не имеет. Зачем вот 10 класс слушать про систему права? Ну, это же какая-то очень такая история, типа, профессиональная. Ну, здесь специфика связана с тем, что у нас, как бы, вот конструкция такова, что в 10 классе даются основы теории государства и права, без которых, в принципе, отраслевое законодательство изучать смысла нет. Ужас какой вообще. Да, вот основы права даются, то есть что такое норма права, что такое отрасль, там, институт и так далее. Все это дается в общих, на уровне понимания. А они потом на юристов все идут учиться? Нет. Нет. То есть они даже и не собираются на юристов учиться? Ну, есть те, кто в процессе преподавания права, ну, в процессе, точнее, его изучения... Что это делать? Вот они закончили школу, у них был курс права, и там рассказали, что такое институт, право, отрасль, система, право, чем правовая система от системы права отличается. Все это вы им накидали вот это все за... Ну, они, наверное, станут умнее, наверное. Но они, что научатся делать? У них есть практические навыки в области, там, права, там, защиты своих прав, возможно? Ну, вот если сейчас кого-то, например, из моих одиннадцатиклассников спросить, зачем вы изучаете право, вот те, кто изучают право, у кого это профильный предмет, они скажут, чтобы сдать ЕГЭ. Потому что ЕГЭ – это предметная линия общества... Ну, точнее, право – это предметная линия общества, которая в ЕГЭ входит и выходить оттуда пока еще не собирается. То есть там достаточно сложные такие задания. Есть и по отраслевому законодательству, и по основам права. Поэтому, конечно, без планов в дальнейшем связать свою жизнь с юриспруденцией, они все равно это право учат, все равно там решают какие-то кейсы, задачи, типовые задания ЕГЭшные. И, по сути, вот ко мне приходят мои выпускники и говорят, вот я уже все забыл. Ну, потому что вот заучил, сдал, забыл. Да, вот формула вот эта студенческая, там, со школы она... Ну, а так, конечно, хотелось бы их научить побольше, чтобы они, там, не тупили, если их захотят в магазине обмануть, там, или еще что-нибудь, чтобы знали, там, правовой статус свой какой-то, ну, по минимуму, потому что, ну, как бы, как не знать. Ну, да, я думаю, что... Я же не думаю, я убежден в этом, что у права в школе есть большой потенциал. И, то есть, если... Не все же школьники учат право как курсы отдельные. Конечно. Не все. А было бы здорово, конечно, чтобы как-то вот была какая-то история, ну, потому что это влияет и на, там, становление гражданина, и на ощущение себя личностью, защищать свои права, понимать, что сначала ты, а потом государство. Чуть-чуть сменим тему. Начнем с телефонами, ничего не понятно, но мы сидим с телефонами, поэтому пусть дети уже сидят. Смотрите, вопрос такой задам, провокационный. Это школа, тоже про школу, а вы, может, не отвечаете на него. Но вот меня дико бесит, что отменили бумажные дневники. Просто раздражает. Потому что дети приходят, у них задание там в этом меше приложения, в МОСРУ. Не все учителя что-то вносят, кто-то вносит потом, не полностью. Они что-то запомнили, не забыли. И почему-то я должен это контролировать. То есть, как бы... То есть, история про прозрачность, понятно, прозрачная школа. Но получилась-то не история, а получилась история, родитель контролирует выполнение ДЗ. И дети-то вообще не против, что вот нынешние дети, они же с этим родились, с электронным дневником. И они вообще не понимают, как может быть иначе, что родители могут не знать про домашнее задание. Вы что думаете? Или бумажные дневники-то как вообще? Ну, я так скажу. Если, допустим, у меня ученик не приносит тетрадь с домашним заданием и говорит, что он его забыл, то же самое ситуация может повториться и дневнику. Поэтому он все что угодно может с ним сделать, потерять, забыть, либо не записать, опять же, домашнее задание для себя. Вырвать листы? Да. Вымарывать оценки, там еще что-нибудь. Вот. Поэтому я все-таки считаю, что ИЖД в этом плане с ним более-менее все благополучно. Нет. ИЖД пусть будет. Это классная тема. Это реально крутая, прорывная тема. Спасибо правительству Москвы, департамент образования. Я к тому, что зачем отменять-то бумажный был дневник? Пусть ребенок ведет его. Нет? Ну, с одной стороны, на самом деле, это можно рассматривать как фактор дисциплины. Потому что вот мне, например, в школе ставили еженедельную оценку за введение дневника. То есть за чисто написанное расписание, за отсутствие замазки, чтобы все задания были прописаны, чтобы еще мама обязательно в конце недели расписалась, чтобы она видела мои успехи за неделю. Это, конечно, дисциплинировало, на самом деле, да. Но у нас были, вот мои одноклассники, они вели по несколько дневников. Один для мамы, другой для учителя. Да, вот вполне реальная история. Для мамы и для учителя. Так в мамином дневнике же оценок не было. Ну вот они как-то их переносили, так вот как-то под копирку они их копировали, так что роспись учителя была, подпись похожа. И маме вот они показывали, а мама там особо не вдавалась, потому что она тоже после работы уставшая. Она расписывалась, и этот дневник несся. Ну вот, эту проблему и решает АЖД. Не надо мамин дневник делать. Все, есть один дневник там. Но я почему-то уверен, что ребенок должен сам отвечать за свое ДЗ. Он должен записывать, вести, писать. Неделю, помните, как мы заполняли? Да. Ужасно от этого в воскресенье, когда там на перемене перед первым уроком в понедельник заполняешь все эти уже... А еще пленешься в начале года, чтобы уже аккуратно вести дневник, чисто писать, и потом на вторую неделю уже все. Да. Зато когда каникулы, на каждый день пишешь, каникулы большими таким вот. Да-да-да, это тоже классно было. И радостно, что его заполнять не надо. Ну, будем говорить вот опять же насчет дневника, что мир и образование наше не стоит на месте. Что-то уходит, что-то новое приходит. Ну, вот, кстати, насчет вот этих вот строчек поведения, я бы все-таки задумался для ЖД. Потому что сейчас, насколько мне известно, политика образования не подразумевает, чтобы, например, учитель за поведение выставлял оценку, либо делал какие-то замечания. Вот я бы все-таки для ЖД стелил бы небольшую такую колоночку, где можно рядом с учеником написать какие-то замечания по поводу его дисциплины. Просто, чтобы учитель, допустим, не высказывал это потом, через которое время там на родительских собраниях, либо там, не знаю, вызывать специально родителей в образовательные учреждения. А чтобы, если родитель действительно смотрит успеваемость своего ребенка, то здесь он может еще и посмотреть колоночку, как у него с дисциплиной все-таки. И сравнить, на каких уроках он там ведет себя хорошо, где-то плохо. И там уже, конечно, родитель сам уже выбирает, к какому учителю сходить и какой родительский собрание там посадить. А вы пишете на детей характеристики по самому предмету? Вот мне как бы на детей приходит раз в полгода от каждого учителя такая по абзацу, они пишут, о, молодец, ведет себя хорошо, отвечает активно, но может смеяться над другими. Ну, то есть каждый, и вот высылают такой summary. Не, не делаете такое? Не, мы таким не занимаемся, у нас просто проблема дисциплины решается по-другому чуть-чуть. Горох? Нет, гречка. Стоят. Ну, там через классного руководителя заходят, ну, то есть сначала это решается как бы по идее на уровне ребенок-учитель, потом это на уровне ребенок-учитель-куратор, то есть классный руководитель, потом, если это не дает результатов или как бы результаты неудовлетворительные, учитель-ребенок-куратор-администрация. Вот как-то так. Ну, у вас же лица, он же платный, я правильно понимаю? Нет. А обучение бесплатное? Да. То есть, но на конкурсной основе? Да. То есть надо, чтобы попасть в первый класс или там не с первого? У нас с восьмого. С восьмого класса. А, ну то есть у вас дети сразу приходят, как бы уже такие серьезные, и они мотивированы. Ну да. То есть проблема с дисциплиной, это странная история для лицея, потому что... Ну, я бы не сказал, что странная, потому что дети, как говорится, есть дети. Потому что все-таки есть дети мотивированные, действительно, которые мотивированы не то, чтобы, скажем так, по всем предметам, а просто они хотят учиться и получить какие-то новые знания. А вот есть дети, которые, скажем так, для себя выбрали предметы, которые им интересны. На остальных предметах можно там в телефончике посидеть, либо дурака повалять, либо можно, скажем так, просто посидеть, послушать, ничего не делать и уйти, в голове ничего не оставить. Вот. Поэтому дисциплина, она хромает везде. И чего тут греха таить, как говорится, бывают, конечно, случаи, когда там замечание сделаешь, когда и все-таки, если не только дисциплина, но и успеваемость хромает, как говорится, там составляешь специальную служебную записку, что просим там привлечь, пригласить там либо родителей на собеседование с посещением администрации, допустим, решить, вот эти вот вопросы. У нас отчисления практикуются, как бы это отличие от общеобразовательной школы, потому что здесь можно отчислить. Ну это серьезно, конечно. Отчислить, да. Последний вопросик у меня к вам. Ну, может быть, чего возникнет, походу. У нас есть такая установка, вполне себе проверенная, но, тем не менее, озвучу вам, что если студент активен во внеучебке, во внеучебной деятельности, принимает активное участие в университете, он потом, когда выпустится, ему будет легче и комфортнее работать, вступать во взаимоотношения, находить работу, быть более конкурентоспособным выпускником, потому что он во время внеучебки развил себе софты разные, да, которые позволяют, например, влиться в коллектив, начать работать и как-то вот достигать результатов. Вот вы в студенческие годы занимались внеучебной деятельности? Конечно. Был ли у вас опыт такой? И правильная ли это теория или нет? Как считаете? Ну, занимались. Нет, конечно, внеучебной деятельностью занимались, и занимались и волонтерством, и другой вот такой вот энтузиастской, скажем так, деятельностью. И в первую очередь это, конечно, давало какой-то опыт. Опыт, конечно. Вот, но в первую очередь, вот лично для меня, конечно, В старте моей педагогической карьеры решающее внимание было со стороны учебной деятельности и именно методики преподавания, в частности, истории, общества знаний. Но здесь я не исключаю, что внеучебная деятельность должна присутствовать в каждом человеке, потому что плюсом идут еще и дополнительные навыки, посещение каких-то мероприятий, конференции. В первую очередь, если мы говорим о молодых педагогах, то это, конечно, педагогические конференции. Обмен опытом. Это стремление обсуждать закрытые темы, которые, скажем так, никто не скажет, потому что боится. И из-за этого, как раз, как мы уже обсуждали, формируются вот эти легенды, мифы, боязни. И у нас даже, опять же, миф гуляет по стране, что молодые педагоги уже боятся идти, работать в школу. Вот. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, это все нужно обсуждать, это нужно проводить какие-то мастер-классы, конференции. И, кстати, еще вот тоже в рамках методики преподавания тоже бы хорошо бы это все разбирать. Вот. Потому что, чтобы действительно студенты знали об этом, знали, как лавировать и в будущем, когда они станут уже на рубеже выбора, там, места работы, чтобы они могли разобраться, где стоит, скажем так, работать, где не стоит, где ты сможешь пробиться, где у тебя будет конкуренция, где не будет, ну и так далее. Вот все вот эти мероприятия, которые, там, мы посещаем конференции, там, всякие вот эти официальные штуки, это хорошо. Но мне вот очень запомнился, на самом деле, посвятом ГПУ, который был в 2015 году. Мы выезжали в лес куда-то, нас там вывозили. Я так хотела на этот посвят, что я туда поперлась с температурой 38, мне так хотелось туда попасть. Мы ехали в два часа на электричке в одну сторону, два часа в другую. Там по каким-то деревьям лазили, канатом. В общем, мне это очень запомнилось, даже побольше, чем некоторые конференции, там, Дни науки, но это было очень круто. Вот, и такие мероприятия тоже нужны, потому что все-таки какая-то коммуникация между вот новыми студентами должна быть, это новые знакомства. Потому что в студенческие годы они большую, наверное, роль играют, чем вот в школе. Потому что это люди, с которыми ты будешь учиться, которые, там, будут к тебе обращаться вот в будущем, когда вы уже выпуститесь, вот как мы друг другу обращаемся, там, по работе уже коллеги. Вот, поэтому это должен быть тоже баланс между какими-то именно вот академическими мероприятиями и вот такими неформальными вещами. Ребят, спасибо. Как и обещали, быстренько обсудили самые интересные темы. Удачи вам в лицее, у вас все получится, у вас уже все получается, мне кажется, классно. Спасибо. Спасибо. Ура. Ура. Быстренько обсудим. Подкаст с выпускниками о жизни после учебы в университете. Спасибо.